Да, насчет существа из другой соты. Извините, пожалуйста, но пошутил, может, неудачно. Помните, как я уже раз пошутил над уважаемым Юрием Степановичем, его диалог переделал с помощью монтажа до неузнаваемости. Вот только я шутил, переделая его диалог. А уважаемый физик, ученый на полном серьезе говорит, что наша Земля маленькая и кругленькая, а Солнце огромное. Этим обманывают наших деток, заставляя их переходить через дорогу на красный свет. Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове 3 часа 27 минут, 15.09.2016 года. Я только что проснулся, как мне мои друзья подсказывают, не говорив, не сообщай, что ты только проснулся. Это непрофессионально. А я не претендую на профессионализм. Я всегда подчеркиваю, я обыкновенный человек. А когда эту фразу вставляю, я только что проснулся. Это для меня лично значит донести вам, что круглосуточно я на самом деле думаю о вас, дорогие добрые слушатели и зрители, те, которые ко мне тепло отнеслись. Я, вы знаете, какую-то внутреннюю ответственность за эти месяцы почувствовал себе. Ответственность, что я просто обязан, и это мой долг, постоянно и непрерывно общаться с вами. Я не знаю, ставлю я в конце ролика ту композицию, которую я только что послушал. Надеюсь, мне YouTube не сильно за авторские права будет ругать. Ну, очень уж хорошая мелодия. Тем более, что канал, откуда я эту мелодию взял, я ее и сайт, как бы, точнее сайт, связанный с этой музыкой, ссылку оставил в описании. Хотя, видите, как интересно получается, когда-то я оставлял ролик, связанный с лярвами. И оставил в самом начале ролика, в конце ссылку на более подробную информацию. Но все равно в комментариях прочитал, где можно найти, почему не оставил ссылку на источник. Ну, вот видите, как вот так вот грустно получается. Даже с тем же перевалом Дятловым, добрые мои слушатели и зрители, они следят постоянно за моими роликами. Но в последнем, после того, как я разгадал тайну Бермудского треугольника, кстати, на будущее надо сказать, как он называется, потому что кто-то послушает этот ролик и скажет, где можно найти тайну Бермудского треугольника. Значит, тайна Бермудова раскрыта, Луна дала ответ, 37-я часть. А перевал Дятлова я уже раскрывал в ролике, в ролике, в ролике, забыл. В ролике Луна дала ответ, 25-я часть, с 3-й минуты. Как он там называется, Луна дала ответ, 25-я часть. Боинге падает прямо в Макдональдс, вот. Там я рассказываю про Пириал Дятлова. Вот, проснулся, да. И, знаете, все люди, как люди, а я бегу к микрофону. Причем, то, что я хочу рассказать, ну, как бы, многим интересно. И вопрос, который я буду затрагивать, я в нем не сильно большой специалист, поэтому, предположительно, специалисты более высокого уровня будут немножко меня журить за то, что я пытаюсь те вопросы трогать, которых не разбираюсь. Ну, ничего страшного. Я вот этот ролик пишу для того, чтобы впервые не рассказать о том, что я знаю, а спросить, может, вы что-то знаете по этому поводу. Так, значит, я хочу начать с гусли. Добрый человек Анатолий Анатольевич Ляхов мне совсем недавно в одном из своих роликов напомнил эту замечательную тему. Ведь, действительно, он правильно говорит, что враги, которые оккупировали нашу соту, они просто до судорог, до коликов, до пены изо рта в всевозможных конвульсиях боятся гусли. А реально, были такие случаи, когда наши предки вот этих захватчиков убивали музыкой. То есть, вот такая идет, такая гетода наш оккупант. Вы играете ему на гуслях, а он падает и в конвульсиях начинает это биться. Пена изо рта, клыки вот эти у него начинают отпадать. Когти отваливаться. Вот, ну, гусли это, конечно, еще не все. Гусли стандартные, да, академические, имеют 15 струн. Вот. Ну, впоследствии нам навязали, что у нас балалайка, народный инструмент. Сейчас кто-то скажет, какой у нас? У нас... Вячеслав, ты скажешь, ты где живешь? У нас бандура. Я живу в концлагере. Если вы не верите, можете сходить пешком в Испанию и проверить, в концлагере мы или не в концлагере. Просто так. Без денег, без документов. Вы поймите, что если бы существовало так, как оно есть, даже в некоторых ячейках даже существуют определенные страны, ну, псевдо тоже страны, ну, там нету таких ограничений, там, асвайсы и так далее. То есть люди все равно между, назовем, условно, княжествами перемещаются это свободно. Так, бандура, да. Вот, кстати, давайте вместе, вот я же говорю, что я не буду отвечать на вопросы, я буду задавать. Вот есть инструмент гусли. Википедия нам рассказывает, что это музыкальный инструмент. Ой, как не хочется в политику идти. Ну, простите, это я сам не хочу. Ой, это же получается, если я сейчас буду читать Википедию, это добрым этим роликом я вызову это негатив у многих людей, когда буду читать, что в Википедии написано. О, а вы знаете, я сделаю, как мне всегда добрые люди говорят, мои друзья, товарищи, говорят, ты это скажи в своей манере. Отлично. Я сейчас скажу в своей манере. Так, я говорю в своей манере. Смотрите, гусли. Утверждает Википедия, что связано с гудеть. Не, ну мы знаем, что связано с гудеть, это распитие спиртных напитков. Сейчас злопыхатели. Ура! Вот, мы поймали. Хотя, никто меня никогда не ловил за руку. А даже если бы ловил бы, наоборот, стыдно. Было бы человек, который предположительно, предположительно допингуется, хорошо себя чувствует, много знает, много понимает. А те, кто не использует дополнительного допинга, к сожалению, к сожалению, не знают. Или мало знают. Я даже не знаю, честно, наговорил на микрофон. Может, это вырезать. Ой, ну видите, я тогда проснулся, и я в отличном расположении духа. Мне так с вами хочется поговорить. И вы знаете, я последнее время, наверное, буду вот такие ролики все время писать. Вот я вот увидел в комментарии много воды. Теперь я буду делать, ну, не назло, а так, как нужно. Нога воды будет еще больше. Потом, нас потомка в великая раса, почему нас уничтожает? Нас нельзя заставить ходить строем. Я приведу один пример. Когда вот, там, я работал там лет 12 назад на газетном лотке, мы продавали все, начиная от обыкновенных тетрадок и заканчивая огромными атласами, огромными картами, которые можно на стену повесить, карт мира. Из бумаги у нас было купить, мы могли продать абсолютно все. И вот директор магазина, женщина, она обратилась ко мне, говорит, машина, Слава, пришла, хочешь это немножко подзаработать 20 гривен за 30 минут. 20 гривен, это моя дневная зарплата туда была. Ну, я немножко для красоты истории немножко подкорректирую свои слова, но смысл был приблизительно тот же. Я говорю, Валентина Николаевна, а давайте я вам сам дам 20 гривен и вы найдете человека, который за эти 20 гривен разгрузит машину. Человек был в шоке. То есть, по ее логике, она мне несет дары, а я от них отказываюсь. Я от них отказывался только из-за того, что человек был абсолютно уверен, что меня можно купить, но вы, добрые, светлые люди, знаете, что хорошего человека невозможно купить. Но, к сожалению, его можно продать. Ой, я что-то про Соня наговорил. Даже не знаю, что я буду делать при монтаже. Хотел поговорить про музыкальные инструменты. Так вот, гусли, гусли, мусли, гусли, гусли, распространенные среди потомков великой расы. Читаем теперь в Википедии. Бандура. Бандура. Струнный щемковый инструмент, потомкам великой расы. Ух ты, смотрите, как получается. То есть, гусли инструмент, потомкам великой расы, розово-белых. Хе-хе-хе. И бандура. Инструмент, потомкам великой расы. А вот еще есть инструмент арфа. Нету арфы, дайте бубен. Как говорится, в одном из добрых фильмов в бой идут одни старики. Но арфа тоже. Тут арфа, смотрите, как скромненько. Если вы в Википедию зайдете, если гусли и бандура написано, что это инструменты, это музыкальный инструмент потомков великой расы, то в Википедии скромно молчит арфа-ча. Скромненько. Арфа, щепковый струнный музыкальный инструмент. Вот. Надо ее подкорректировать и дописать, что арфа это щепковый струнный инструмент потомков великой расы. Но кто-то там скажет, ну в греческой мифологии там были орфеи. Ух. Не было никаких греков с их греческой мифологией. Не было никаких римлян с их римской мифологией. Дорогие мои друзья, 200 лет назад было все по-другому. Ничего такого и близко не было. 200 лет назад мы эволюционно были намного развитее, чем сейчас. Мы не поднялись в прогрессе, мы скатились до каменного века. Вот. Ну, у меня такая шутка была всегда распространенная. Ну, скептики скажут, это чепуху огородишь. А я хочу. А я хочу чепуху погородить. Я как-то всю жизнь задавал вопрос. Он как бы вроде и в шутку, но и в принципе всерьез. Я говорю, назовите, я всегда говорил, назовите музыкальный инструмент, который клавишный. Ну, чтобы голову не ломали, всегда начинают говорить, ну как это, клавишных инструментов очень много. Ну, тоже фортепиано там, да. Я говорю, ну как это, это струнный инструмент. А, ну да, ну да. Ну, ну, ну арган-то, да, это же струнный инструмент. Я говорю, нет, это духовой. А, ну да, баян. А, баян тоже духовой. И получается, что струнного, точнее клавишного инструмента ни одного нету. То есть, либо духовые инструменты, либо струнные. Но всё-таки существует в мире клавишный инструмент. Один. И я в комментариях хочу увидеть ответ. Какой же ж в мире инструмент всё-таки клавишный. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Ту-ру-ту. Ну, я понимаю. Записал, что попало. Ничего не рассказал. Зачем приходил? Что хотел? Ну, извините. Может, найдётся 3-4 человека. А может, и 10-12. Которые в таком моём ролике. Незатейливому. Будут рады. На этом, пожалуй, всё. Дальше всё-таки постараюсь прикрутить эту чудесную композицию. Вот. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо, что слушали меня. Слышали меня. Слушаете меня. Всего вам доброго. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok